Роман Дусенко Росбанк в том виде, в котором он существует, это мы сделали в 2004 году, когда группа банков ОВК была продана Росбанку. После этого проекта есть такой банк, наверное, я уверен, что и в Воронеже, есть OTP банк. Этот OTP банк мы вместе с компанией Deloitte & Touche из российского банка Invesberbank сделали и продали. Это была крупнейшая сделка на российском банковском рынке. Я отвечал за корпоративную структуру, за менеджмент, за интеграцию российского менеджмента, венгерского менеджмента. Мы продали этот банк за 450 миллионов долларов. И после этого мы приобрели свой собственный банк. Я был совладельцем банка и председателем правления, то есть высший руководящий орган банка. Это Кубань банк. Потом его переименовали IDA банк после того, как мы его продали. Мы его приобрели в 2008 году. Об этом писал Forbes. В 2011 году мы продали польскому холдингу с мультипликатором 3. На фоне банковского кризиса, который был в 2007 году, я думаю, что это очень хороший результат. После этого я запустил проект «Бизнес-завтрак». Возможно, кто-то из вас когда-то в YouTube видел «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. Если нет, вдруг наберете, то будет очень много видео. Я исследовал вопросы финансового и личного успеха. А также с 2014 года я занимаюсь обучением, это карьерный коучинг, коучинг первых лиц, бизнес-коучинг предпринимателей. То есть когда мы вместе с вами проходим и достигаем все поставленные ваши цели. А также консультирование компаний в области менеджмента, создание систем управления людьми, чтобы они работали. В первую очередь для того, чтобы вы зарабатывали больше. Вот, собственно говоря, почему я здесь. Я вижу большинство из вас с мобильными телефонами. Вы можете зайти в любую социальную сеть, подпишитесь ко мне, я вам всем обязательно отвечу. Если вам понравится моя презентация, пришлите мне запрос, я вам ее тоже пришлю. И, собственно говоря, я открыт для диалога и очень прошу вас. Я очень часто езжу по городам, выступаю, вот через неделю еду в Омск, до этого у нас был Питер, Москва. Подходите к нашим ко мне, не только ко мне, но и к другим спикерам. Задавайте вопросы от того, как вы реагируете. Для нас это очень важно. Мы сюда приехали, и я приехал сюда, инвестирую свое собственное, личное время. Мы выступаем бесплатно, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этим прекрасным моментом. Итак, давайте поговорим, легко ли быть предпринимателем. Кто из вас предприниматель? Давайте мы постараемся сегодня, да, отлично. Поднимем руку, кто реально предприниматель? О, прекрасно, половина зала. А кто человек, который хочет стать предпринимателем? Еще половина зала, прекрасно. Как раз сегодня будет информация и для вас, и для вас. Она будет очень полезная. Но очень важный вопрос. Предпринимателям быть гораздо труднее, чем работникам по найму. Мой предпринимательский опыт был двух типов. Я первую компанию зарегистрировал в 92-м году, когда еще учился в институте. Мы занимались, первый кредит мы взяли миллион рублей, купили вагон гигиенических средств, женских, которые мы продавали очень долго. Ввиду разных условий, в том числе и низкой культуры. Я раньше жил на Дальнем Востоке, такой был город, Комсомольск-на-Амуре. После этого мы построили большую сеть аудио-видеотехники и продавали аудио-видеотехнику. А потом в один прекрасный момент мы разорились. И последней точкой или кредитом, который утопил мою компанию, был кредит 600 миллионов рублей в 1994 году, который мы взяли, не поверите, под 180% годовых. Причем причина, не поверите, настолько банальна. Вот мы вступили в ценовую войну с конкурентами. И мы опускали цены ровно до тех пор, пока мы осознали, что денег, которым нужно рассчитываться за кредит, не хватает даже тогда, когда мы продадим всю заложенную недвижимость. Но вот после этого я пошел учиться. И так или иначе меня потом занесло в банк, тоже абсолютно случайно. Я пришел, мне нужно было ехать в Японию, мне нужно было сделать карточку. Я зашел как раз в ближайший банк, думаю, надо оформить карту. А как раз там, в этом банке, управляющем этого доп. офиса, работала та девушка, вернее уже женщина, так преклонных лет, которая выдавала им тот замечательный кредит, который утопил мою компанию. Я до этого уже поучил в Соединенных Штатах, у меня экзекьютив MBA, Московская школа управления Сколкова, два высших образования, президентская программа, ну еще очень много всего. А я как раз уже только год, наверное, после Соединенных Штатов, я говорю, слушайте, ну что это такое? Она выходит ко мне, обеденный перерыв, закрывает банк на ключик, достает курочку, садится в персональном зале, начинает курсить, я говорю, как так можно? Она говорит, а что такое? Она говорит, а клиентский сервис, а отношения, а бизнес? Она говорит, ну вот приходи к нам на работу тогда, наводи здесь порядок. Абсолютно случайно, я даже никогда не подумал об этом, я был в Хабаровске, где находился главный офис. Зайехал, сказал, слушайте, у вас там есть банк, давайте я приду к вам на работу. Представляете, как на работу устраиваются? Они говорят, вы меня дико посмотрели, говорит, у вас что-то резюме или что-то, я понятие не знаю, что это такое раньше. Я написал автобиографию, через какое-то время мне звонит представитель правления, говорит, приходи. Потом представитель правления, может быть у вас был такой банк, Восточный экспресс-банк, не знаю, может быть, там, это очень известный, крупнейший банк Дальнего Востока по экспресс-кредитованию, Сергей Николаевич Власов, это был мой первый руководитель с точки зрения банка, и он говорит, слушай, я прочитал твою автобиографию, 16 раз слово «успешно». А ты чем занимаешься? Я говорю, у меня бизнес, там все. А когда ты на работу выйдешь? Я говорю, завтра. А что не спрашиваешь, какая заплата? Я говорю, зачем, мне же бизнес есть. Ну, потом, как оказалось, конечно, нельзя совмещать работу и бизнес, и моим бизнесом стала банковская карьера. Потом я переехал в Москву, потом мы приобрели банк в Краснодаре, я прожил несколько лет в Краснодаре, потом вернулся в Москву, потом работал на Кипре, покупал несколько банков для наших олигархов. Потом, собственно говоря, вот как раз моя работа была связана с упаковкой и продажей банка. Поэтому, вот прежде чем мы с вами перейдем к личностному росту у вас, я бы хотел спрашивать, что всегда помните о экзит-стратегии. Экзит-стратегии – это значит, если вы предприниматель, вы должны четко знать, сколько стоит ваш бизнес. И ваш бизнес – это не вы, потому что вас продать нельзя. Ваш бизнес – это не таблица Excel, с которой работают ваши продажники. Ваш бизнес – это даже не АМА с ИРМ, в которой есть доступ все кому угодно. Ваш бизнес – это нечто большее. А вот что нечто большее – упаковка бизнеса для продажи. Если кому-то будет интересно, подходите ко мне на перерыве, мы с вами поговорим. Итак, сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о важных составляющих личности предпринимателя. Как-то я выступал на предпринимательском форуме в Хабаровске и сказал, что предприниматели вообще нашей власти неинтересны. Вообще нашему государству неинтересны. По одной простой причине. Они самостоятельно принимают решения, и они берут ответственность за свою жизнь. Когда я уходил с банком, вот не поверите, вот это давящее горло, жаба, что тебе перестанут переходить две смски на аванс и на зарплату, причем у председателя правления очень хорошая зарплата, она меня как-то все-таки сподвигла. Но уровень счастья и уровень реализации, самореализации, которую я испытываю сейчас, я когда захожу в банк, у меня много проектов, я работаю в банк, вот последний раз заходил в банк открытия, как раз после того, как их отционировали, у меня там друг, Надия Черкасова, она в прошлом, она председатель правильного банка отрас, помните, с Брюсом Уиллисом, а потом она возглавляла департамент малого и среднего бизнеса, мы в прошлом году делали с ней огромный проект о том, как создать внутри департамента управление, основанное на ценностях, так, чтобы люди были объединены одними ценностями, я об этом тоже сегодня скажу, и вот я захожу в открытие, а мне навстречу люди идут, и не поверите, у них такой понильший взгляд, они идут, понимают, смотрят на часы, когда там будет 6 часов, вот это все очень печально, очень все грустно, по одной простой причине, что человек должен испытывать счастье. Если вы хотите быть предпринимателем, вы должны понимать, что это совсем другая работа, а так как вы предприниматели, вы уже понимаете, что назад пути туда нет, хотя на самом деле очень часто, так как я работаю, как я уже говорил, карьерным кончем, у меня запросы с двух сторон, у меня запросы предпринимателей, которые добились некого уровня, которые бы хотели пойти топ-менеджерами в крупные компании, но крупные компании их боятся, по одной простой причине, что предприниматель ни с кем особо советоваться не будет, он сам принимает решение. И наоборот, когда топ-менеджеры говорят, слушай, я так хочу открыть свой собственный бизнес, я говорю, а почему ты еще работаешь? И пауза. Ну, в общем, там дальше работаем. Итак, принимать решение в ситуации неопределенности – это самая важная черта предпринимателя и вдохновать людей на выполнение задачи. Как? Как этому научиться? Что нужно делать для того, чтобы быть предпринимателем? Является ли основа предпринимательства, построенная на страхе? Нет. Это самое главное, что не страх оказаться без работы, не страх не заработать денег, а желание жить в соответствии с своей собственной жизнью. Желание испытывать те эмоции, о которых вам рассказывал предыдущий оратор, спикер, осознать, принять, использовать. Вот желание испытывать те самые эмоции, которые вы хотите больше всего. И самое главное, что вам, как предпринимателю, уже приходится думать не только о себе. Вы, по сути, становитесь реальным руководителем. А основная разница между вами и просто работающим самым на себе и руководителем – то, что вашу работу должна выполнять ваша команда. И как сделать так, чтобы через себя ваша команда реально выполняла свою работу? Нужно завоевать их сердца. Что значит завоевать? Завоевать – значит провести некое сражение. Сражение за то, чтобы занять место в сердце ваших сотрудников через то показы, насколько тот бизнес, которым вы занимаетесь, действительно нравится вам. И настолько, что вы серьезно отдаете себе отчет, а почему вы занимаетесь этим бизнесом. Сегодня меня провожал очень замечательный молодой человек из места, где мы кушали, в гостиницу и обратно. И по ходу мы разговаривали о его бизнесе. И первый вопрос я задал – а каким бизнесом ты занимаешься? Он мне рассказал о том, что это фотошкола, которая обучает ребят, детей в учебе на фотографии, что они получают сертификаты и так далее. Я говорю – а что ты на самом деле продаешь? И когда мы с ним в процессе дискуссии выявили, что мы на самом деле продаем эмоции, мы на самом деле продаем для детей, для взрослых, которые отправляют детей, свободное время, а для детей красивый профиль в Инстаграм, тогда возникает совсем другое предложение с точки зрения своего собственного бизнеса. Поэтому первый вопрос – если вы предприниматель, если вы хотите быть предпринимателем, каким бизнесом вы на самом деле занимаетесь? Как мы и говорили о том, чтобы завоевать сердце сотрудников, нужно сначала разобраться со своим сердцем. Наше сердце, наше вот, наше сердце, оно диктует нам наши свои модели поведения. То, что вы здесь, не в другом месте, а именно здесь, на предпринимательском форуме, на этой премии замечательной, показывает о том, что для вас важно свое собственное развитие. А ваше собственное развитие транслируется через ваши модели поведения, через ваше физическое воплощение в этом теле, что вы физически сюда пришли. Значит, вы показываете приоритизацию ваших действий. Поэтому ваше поведение, ваши модели поведения отвечают вашим потребностям. Обратите внимание, что когда вы смотрите на своих подчиненных, И если их модели поведения соответствуют тому, что на самом деле они думают, вы увидите результативность абсолютно низкую. Дальше. Важнейший слайд, который бы мне хотелось вам рассказать с точки зрения моего сегодняшнего выступления. Я не знаю, есть ли здесь лазер. Нету? Нету. Давайте просто посмотрите вниз айсберга. Там написаны ценности. Я сегодня это слово буду повторять много раз. А наверху наше поведение. Так вот, поведение это всего лишь навсего следствие ваших ценностей, вашего образа мышления и ваших убеждений. Влиять на поведение невозможно. Можно лишь перестроить себя изнутри. И тогда изменятся модели поведения. Может быть кто-нибудь из вас был на тренингах личностного роста? О, прекрасно. Скажите мне, пожалуйста, а в чем главный смысл тренинга личностного роста? Я буду так мигрирует в зал. Да. В чем главный смысл? О чем вы там с ними говорили, а что вы слушали там? Разобраться в себе. Верно. А еще более точно, более жестко. Кто смотрел фильм с Джимом Керри, говори да. Прекрасно. Что, в чем основная идея? Изменить убеждения. Верно. Абсолютно верно. Изменение убеждений меняет наше поведение. Так как презентация короткая, у меня сегодня мало времени, я убрал оттуда. Но, вот представьте, вы вступили в брак. Убеждения поменялись? Поведение поменялись? Кто-нибудь есть, кто недавно вступил в серьезные отношения? Есть. Поменялось отношение к поведению? Да. Хорошо. Религия. Принимаем какую-то религию, меняется в голове убеждение, меняется поведение. Армия. Да? Пожалуйста. Женщина готовится стать матерью. Меняется все. Ну и последний пример. Мы когда-то вообще не думали о том, что есть возможность быть в космосе. В 61-м году Гагарин полетел в космос. Сегодня у вас у всех мобильный телефон, я уверен, что вы все в диджитал. Мы о трендах еще сегодня поговорим. Так вот, именно наши ценности, наши убеждения будут формировать наше поведение. Поэтому мы сегодня будем много говорить о той корпоративной культуре, которая строится от вас, от вашего сердца, от ваших личных убеждений. Дальше. В вашей компании, если есть хотя бы два человека, существует культура. Если вы ее управляете, это прекрасно. Если нет, это плохо. Почему? Потому что если культура складывается с негативным контекстом, какой бы хороший человек не приходил в нее, все равно будет плохой. Если хорошая культура и хороший сотрудник, будет классно. Если хорошая культура и плохой сотрудник, культура все равно больше, она его поглотит, либо выдавит, либо отформатирует. А уж если плохая культура корпоративная, то какой бы сотрудник и приходил, никаких шансов нет. Поэтому ваша главная задача создать такую компанию на основе своих собственных убеждений, своих собственных ценностей, которая стала бы как платформа Илона Маска, которую он запускает в Тихом океане ракеты. Для того, чтобы вы запускали ракеты своего успешного бизнеса на основе желания выполнять все то, что делают ваши сотрудники. И самое главное, чтобы вы через понимание себя смогли окружить своих сотрудников той самой замечательной культурой, которой можно гордиться, именно предпринимательской культурой, о которой написано много западных книг. Знаете, вообще удивительная вещь. Когда я выступаю, и я веду, кстати, программу на радио, радио Медиаметрикс, каждую неделю я приглашаю самых известных российские компании, HR-директоров, генеральных директоров, для того, чтобы поговорить о вопросах управления, вопросах менеджмента. Вчера у меня в гостях были вице-президент компании Schneider Electric, а на следующей неделе у меня будет президент компании GetTaxi. Мы будем с ними разговаривать о менеджменте. Так вот, менеджмент – это важнейшая черта и важнейшая составляющая культуры, которую вы создаете. А культура – это вы. Какой вы, такая ваша культура. Культура компании. То есть все, что принято в вас, в вашем поведении, все принято в вашей компании. Давайте двигаться дальше. Чтобы ваши сотрудники, чтобы вы сами поверили в то, что вы делаете, вы должны это принять. Как вы помните, самый первый слайд – это делается не на страхе. Это делается на убеждении, для того, чтобы вы поверили в то, что это реально работает. В основе всего лежат ваши ценности. Я говорю о ценности, ценности, ценности. А кто-нибудь мне может сказать, а что такое ценности? Это какие бывают ценности? А что такое ценности? Какие есть версии? То, чем дорожишь. Прекрасно. Еще. Есть ориентиры, на что ориентируешься. Ориентиры. Отлично. Еще. То, на что тратишь время – это приоритеты. Фундаментальные установки. Браво. Еще. Что такое ценности? Браво. Фантастически. Если мы знаем наши ценности, то нам не надо думать про себя, хорошо это или плохо. Помните, как в том замечательном стихотворении крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Человек, который внутри знает понятие добра и зла, для него нет проблем. Хорошо это или плохо? Верно это или неверно? То есть отсутствие сомнений. Так вот, ценности помогают в компании принимать правильные быстрые решения. Причем не так, как вам показалось в данный момент. В чем проблема наших персонала? То, что они считают, что в этот нужный момент они могут принять то решение, которое кажется им лучше. Поэтому мы как с вами, как собственники, как предприниматели не можем контролировать модели поведения. Наша главная задача сделать так, чтобы все вели себя так, как мы считаем это необходимым на фундаментально построенной корпоративной культуре в отношении наших корпоративных ценностей. Об этом будем говорить дальше. Так как у нас сегодня мало времени, но мне бы хотелось, чтобы вы что-то унесли с собой. Я вижу, у вас есть ручки, листочки. Давайте я вам дам 15 секунд от своего выступления. Возьмите телефоны, откройте заметки. Я не знаю, в Google, в Android есть заметки или что-то в этом роде. И запишите, пожалуйста, может быть вы будете делать первый раз, поэтому вам будет тяжело, а может быть даже не хотеться. А какими ценностями руководствуетесь вы в своей собственной жизни? Какие ценности есть у вас? Говорить об этом не надо, а вот потом дома обсудить со своими близкими, с детьми, а может быть со своими партнерами по бизнесу стоит. Пожалуйста, 15 секунд. Продолжение следует... У меня есть дикий соблазн добавить вам еще один вопрос. А зачем вы занимаетесь бизнесом? Или такой вопрос. А почему я занимаюсь бизнесом? Почему я предприниматель? Вы, пожалуйста, запишите, поразмыслите над ним дома. Потому что мне бы хотелось сделать так, чтобы сегодня вы отсюда ушли с некими реальными инструментами о том, как развивать себя, развивать свою компанию через развитие своих сотрудников, через то, чтобы жить вместе с ними по общим, вместе с вами ценностям. Ценностям. Вопрос как? А вот теперь давайте подумаем. Самое главное в компании, ценность – это человек. Ценность с точки зрения уже не ценностей, а ценность. Это, знаете, в английском языке в этом это хорошо. Value. То есть добавленная ценность или что является ценностью вашего бизнеса. Так вот ценностью вашего бизнеса, две самых главных ценности вашего бизнеса есть. Это человек, а вторая ценность какая? Что? Время? Нет. Какая самая главная ценность после ваших сотрудников, вашей компании, любой, вашего бизнеса? Можете поаплодировать. Самая главная ценность после ваших людей – это клиенты. Ничто этого не заменит. Если нет клиентов, нет бизнеса. Итак, как мы будем делать? Человек. Мы сегодня все будем крутиться вокруг человека, потому что мне организаторы задали очень сложную задачу. Как делать, чтобы человек, предприниматель, развивая себя, развивал свой бизнес, развивая своих сотрудников? У меня сегодня будет к вам 8 шагов. 8 шагов. Которые я назвал от стратегии до высокоэффективной команды. Как создать управляемый, прибыльный бизнес, используя 8 шагов относительно своего собственного развития и менеджмента. Я потом, еще раз говорю, любые социальные сети, пожалуйста, я вам все пришлю, всю презентацию. У меня на моем канале YouTube есть даже видео, посвященное, правда, нам уже несколько лет, но сегодня оно доработано. Итак, номер один. Шаг номер один. Стратегия, которую создал каждый из вас. Стратегия, которую создал ты. Что такое стратегия? Кто сюда приехал сегодня на автомобиле? Прекрасно. Можно вас ко мне сюда? Повыступайте вместе со мной. Ты же все равно за это деньги не платишь. Здравствуйте. Вас как зовут? Ольга. Скажите, пожалуйста, вот вы приехали на автомобиле. Могли бы вы мне описать всю технологию, процесс, который мы делаем неосознанно, потому что вы же иногда и губы красите за рулем, и маникюр делаете. Нет? Хорошо. Ну, губы точно красите. Глаза подкрашите. Нет. Ну, я точно в Москве видел, что это делается. Особенно в пробках это происходит. Расскажите мне всю процедуру того, вот как вы взяли и приехали сюда на машину. Вот-вот, очень прям подробнее. Утром вышла, села в автомобиль, завела его. Нет, нет, нет. Вы же куда-то собирались. На форум. Вы же, наверное, придумали это раньше, чем сели в форуме. Я не знаю. С чего было, с чего началось? Принятие решения, посетить форум. Класс. А что предшествовало принятие решения? Формирование. Потребность? Нет. Отлично. Итак, потребность, цель, дальше. Дальше достижение цели, скажем так. Приехать на форум. Вы пользуетесь навигаторами? Нет. Ну, кто-то пользуется? Да. Это значит, посмотреть маршрут. Посмотрим. По колесам пенали, ну, я так делаю, я просто ничего не понимаю, может, чтобы она, если вдруг она не едет. Нет. Бензин смотрели? Ну, когда заводишь, естественно, смотришь. Технике. Технике, которое мы говорим, это про что? Это подготовка. А как это, каким термином можно это назвать? Помогаем. Процесс. Ресурсы, друзья, вот ресурсы. А теперь все. Мы с вами дальше сели и поехали. А вдруг авария? Что делаем? Меняем маршрут. Маршрут, прекрасно. А вдруг большая авария? Крюк через куст надо делать. А дальше? Все равно прокладываем маршрут так, чтобы оптимально было и по времени, и... И вот все, вы приехали. Что тогда? У нас проблема, ищем парковку. Уже неплохо, сейчас она немного не мешает. Вот все, вы приехали. Принес. Замкнулась цель. А теперь, пожалуйста, вы предприниматель? Вы хотите? Представьте, что мы с вами в индивидуальном занятии разрабатываем стратегию вашего бизнеса. Как вы думаете, с чего вы едете? Вы же сейчас миксер все обсказали. Не знаю. Почему? Подряд наступил. Для чего? Убежно. Спасибо вам большое. Давайте поаплодируем. Итак, первая задача, друзья. Мы, как водители, делаем это каждый день. Серьезно, не задумываясь над тем, как мы добираемся до точки, из точки А в точку Б. Вот я всегда говорю, это, знаете, интересный момент. Если бы вы сегодня, вот форум закончился раньше, и завтра бы не было этого дня, и у вас была возможность прийти на работу, у всех предпринимателей есть подчиненные? Ну, или сотрудники. Да? Не слышу. Вот, видите, мы как-то уже разговаривать начали. И вот вы приходите завтра в офис. Представьте картину. Первый попавшийся к вам на встречу сотрудник. Вы его нежно обнимаете за плечо. Кладете ему руку на плечо. Заглядываете в глаза и говорите, а какая у нашего бизнеса стратегия? А вы где были вчера? Примерно такой вопрос. Но, мне бы очень хотелось, что на самом деле вот на этой шутливой ноте вы серьезно задумались, какая стратегия у вашего бизнеса. Но, помните заголовок этой части номер один? Кто вспомнит дословно? Придумал ты. Значит, в основе стратегия вашего бизнеса, чья лежит персональная стратегия? Супер. Значит, с чего мы начнем? Значит, следующий вопрос, который я бы хотел, чтобы вы записали сегодня на домашнее задание. А какая моя личная, персональная стратегия? Что я хочу достичь в ближайшие 3, 5, 10, 15, 20, 100 лет, которые бы вы хотели? Ваша фантазия ничем не ограничена. Потому что стратегия – это не про завтра. Стратегия – это про наши мечты. Про наши желания. Дальше. Я слышал замечательное слово «миссия». Кто мне подсказал его? Прекрасно. Что такое миссия? Браво. А ваша версия? Супер. Будьте добры, расскажите о себе. Кто вы? Супер. Да, можно если… Да, да, да. Мы сейчас подождем. Вот представьте, что вы же тоже… Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я вас увидела. Вы же тоже, по сути, очень важный человек в компании. И если сегодня мы посмотрим на такие серьезные IT-компании, то внутри это, скорее всего, используется технология agile, проектное управление. Да, 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 да. И значит, вы, по сути, как будет такой некий, может быть, даже тим-лидер какой-то кросс-функциональной команды. В регулярной основе. А какая ваша личная миссия? Я хочу, чтобы это работало. Прекрасно. Задайте себе тот же самый вопрос. После того, как вы сформулировали свою стратегию, какая ваша собственная миссия? Про видение мы говорим, не будем, спасибо большое, давайте поаплодируем, потому что мне одному здесь гораздо труднее, а с вами веселее получается. У нас получается стратегическая цель, которая будет формировать мое желание, куда я хочу прийти. Моя миссия, ради чего я буду это делать, я лично сам. И мое видение, а каким я стану, когда я достигну свою стратегическую цель через реализацию своей собственной личной персональной миссии. Только честно ответив себе на эти вопросы, можно идти дальше. Я профессионально занимаюсь проведением стратегических сессий с крупнейшими компаниями, а также с компаниями-предпринимателем. Вот у меня фактически в неделю, ну, один-два запроса на стратегическую сессию всегда есть. В следующую среду я буду проводить как раз стратегическую сессию для одного диджитал-агентства. Кстати, если вы мне напишите, я потом вам дам все эти контакты, оно приготовило для вас презент. Они мне попросили для вас сказать, что если вы пришлете им там ссылку своего сайта, они сделают бесплатно аудит вашего сайта. Диджитал-агентство. И как вы думаете, с чего я должен начать стратегическую сессию по поиску стратегии развития агентства? С кем? С собственником. Так вот у нас на понедельник запланирована трехчасовая беседа с собственником для того, чтобы помочь ему сформулировать персональную стратегию, его личную. После этого я переговорю с каждым топ-менеджером. Мы составим нереальный план того, что происходит в компании. И вместе, уже все вместе, на стратегической сети в течение целого дня будем искать стратегию развития компании, основываясь на ее сильных сторонах, на слабых сторонах, основываясь на ее возможностях и развитиях рынка. Вот что такое стратегическая сессия и почему она так важна. Вопросы важнейшие. Сфотайте себе, сфотографируйте. Если будет желание, поработайте над ними. В каком бизнесе вы? Каким бизнесом вы занимаетесь? Почему это так важно для вас? В каком рынке вы работаете? Насколько вы можете показать, что вы лучший в своем рынке? Это все те самые главные вопросы, которые я задаю собственнику. Чтобы вам было интересно, стоимость такой стратегической сессии колеблется от 250 до 300 тысяч за один день. Мы поддаем вам всю эту информацию. Только, знаете, всегда есть такой момент, когда ты приезжаешь куда-то, разговариваешь. Особенно меня поразил город Саратов. Мы там недавно были. Я выступаю с компанией генеральный директор. Из такой журнал кто-нибудь выписывает. И есть такое мероприятие, Всесоюзный совет директоров. Я там являюсь спикером. Вот у нас последнее было в Москве на 500 человек. До этого у нас был Питер на 1000 человек. И я лечу через неделю в Омск. Так вот в Саратове люди слушали, 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 а потом молча встали и вышли. У нас было три спикера. И нам было так обидно, потому что мы столько времени отдали, столько энергии. Нельзя напоить того, кто не хочет пить. Но так как вы уже здесь, я надеюсь, что чувство жажды, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, оно в вас есть. Поэтому мы продолжим. Движемся дальше. Шаг номер два. Лидерство. А возможно ли сегодня не быть лидером для самого себя? А почему? Почему нельзя? Давайте я пойду туда, к вам схожу. Что происходит сейчас в мире? Колоссальные изменения. Пока мы с вами идем, рождается огромное количество терабайтов информации, контента. Фоточки в инстаграм выкладываются, в фейсбук посты пишутся, фотографии делаются, видео в ютуб выкладываются, заливаются. Миллионы контента. Если вы помните, кто еще помнит дискету 1,4 мегабайта? Помните, да? Нам ее хватало, реально, правда? А еще мы использовали zip, rar архивы, да? Так вот сегодня мы вообще, я не удивлюсь, сейчас терабайтные флешки с собой есть. Наверное, это уже потом, завтра. Сегодня скорость. Скорость принятия решений, как раз agile, вот молодой человек, он может подтвердить, это скорость. Чем быстрее ты делаешь, приоритет продукта над тем писанием, приоритет быстрейшего реализации над тем, что вы обсуждаете. Приоритет удовлетворения клиентам над обсуждением проблем. Скорость. Это самый главный тренд, задайте его себе. Следующее. Профессора в институтах, мы спикеры, мы сегодня не авторитеты. Потому что огромное количество информации сегодня в свободном доступе. Если вы только хотите поднять какой-то вопрос, на вас вывалится тонна информации, вот реально тонны. Кто-нибудь в последний раз делал какой-нибудь вебсерфинг по какому-то интересующему вопросу? Ну, что-то искали в интернете? Объем информации колоссальный, невозможно, просто невозможно. Я когда делал, ну, меня хватает на два экрана Google. И то, если ты найдешь что-то интересное, да, ты провалишься на этот сайт, начинаешь дальше, начинаешь дальше, потом ты смотришь картинки, клево, потом ты смотришь англоязычные источники, клево, еще дальше и дальше. Google настолько быстро переводит с английского на русский, что я, честно говоря, уже теряюсь, на каком сайте я нахожусь там, в какой зоне домины. Неважно, сегодня нет авторитета, вы принимаете решение на основании своего собственного опыта и на основании чего? Но мы же только что с вами это обсудили. Своей персональной стратегии, базирующейся на ваших личных ценностях. Ничего вас не должно сбивать с пути, кроме… Однажды один гуру, когда мы проходили стратегический менеджмент в Московской школе бизнес-управления Сколкова, сказал, слушайте, ребята, если вы думаете, что стратегия – это высеченные на камне, нет, это не так. На самом деле стратегия – это блуждание в лабиринтах, но это не значит беспонтовое, тупое блуждание, без идей. Нет, у вас есть идея, вы четко в данный момент времени знаете, куда вам нужно прийти. Мир очень быстро меняется. Как сегодня называется мир? Есть термин, четыре буквы. Вука. Кто-нибудь слышал об этом? Быстро меняющийся мир. Запишите, пожалуйста, себе английские буквы. Вука. В-U-C-A. Пожалуйста, почитайте, вам будет невероятно интересно. Пока мы сидим, опять какой-нибудь, наверное, там толп в каком-то предмете изменился, изменилось мнение, сделали научные открытия, поэтому мир очень быстро меняется. Следующее. Вы главный в компании по корпоративной культуре. Сегодня можно найти сотрудников, сегодня можно своровать ваш продукт, сегодня можно открыть такую же компанию, как у вас, но нельзя своровать вашу корпоративную культуру и дух. Тот самый дух, в который люди хотят работать. Как же его создать? Очень просто. Вы являетесь сердцем. Ну и, конечно, диджитал. Если бы я сейчас еще раз говорю, попросил бы вас достать свои смартфоны, это были бы там, никто уже не пользуется кнопочными телефонами. Хотя однажды на одном таком мероприятии мужчина говорил, у меня Nokia. Зато я с семьей весь вечер провожу, с детьми. Но это прекрасно на самом деле. Диджитал. Все в диджитал. Вот давайте так, я вам задам вопрос. По десятибальной шкале оцените свой сегодня уровень диджитализации своего собственного бизнеса. Какой он? А каким бы вы хотели его видеть? Вторая оценка пошла. А третий вопрос. А как этот гэп между первой оценкой и второй, я могу за этот год, осталось полгода уже, полгода прошло фактически, реализовать? И вы получаете реальный экшн-план на следующие шесть месяцев. И в декабре, если дай бог мне понравится, или кто-нибудь меня пригласит сюда за большие деньги выступать, я к вам приеду, и мы с вами обсудим ваши успехи. Это будет совсем другая компания, если вы сегодня примите решение. Основа изменений – это ваши решения. Старая африканская поговорка, о которой бы мне хотелось закончить тренды. Кто-нибудь был из вас в Африке? Я вот никогда не был. Может быть, кто-то видел утро, встающее солнце, палящее, огромное. Я только на видео видел эту красивую картинку. Поэтому вот вам сфотографировалось с гугла. Так вот, утром просыпается антилопа и думает, какой прекрасный день, что мне нужно делать? Надо быстро бежать, чтобы не стать завтраком льву. Просыпается в этот момент лев. Как вы думаете, что он думает? Надо быстро бежать, чтобы поймать на завтрак антилопу. Не важно, кто вы, лев или антилопа. Сегодня надо просто очень быстро бежать. Третье, ваше позиционирование. Кто знаком с теорией позиционирования маркетинга? Джек Траут. Кто-нибудь знает? Позиционирование – это восприятие вашего бизнеса или вашей услуги в голове у потребителя, вызывающее устойчивый эмоциональный образ. Если я вам сейчас скажу Coca-Cola, у 90% – это пузырящийся коричневый напиток, холодный, сладкий, или грузовики, которые нам показывают по новому году на телевидении. Так? Поэтому, а вот скажите, пожалуйста, ваши клиенты настолько точно и четко воспринимают ваш бизнес? Каково позиционирование вашего бизнеса в глазах у вашей целевой аудитории? И кто она, ваша целевая аудитория? Это следующий вопрос. Поэтому позиционирование – это однозначно эмоциональное восприятие вас на предмет того… А вот вы мне сейчас поможете. Вообще бизнес, он для чего существует? Супер. Так вот эта картинка показывает, насколько вы и ваш бизнес лучше других решают проблему ваших клиентов. Так вот ответьте себе тоже на этот вопрос. Это шестой вопрос в нашем списке. Сегодня вы идете с чек-листом своего собственного развития. Четвертый – показатели бизнеса. Все, о чем бы я говорил, ценности, корпоративная культура, стратегия, миссия – все это слова. Бла-бла-бла. Если бы я не был человеком, который знает, как умеет и считать деньги. Я банкир. Все, что я вам говорю, необходимо для того, чтобы ваш бизнес был более прибылен. Но даже и это лукавство. Самое главное, чтобы ваша рентабельность работы вашего капитала была выше, чем банковский процент. Почему? Что такое рентабельность капитала? Это то, какую прибыль. Приносит вам ваша компания на вложенный ваш капитал. Потому что точно тогда деньги банка не получат. Абсолютно верно. Если ваша рентабельность вашего капитала, а вы ее должны посчитать. Если вы собственник, вы же своими деньгами работаете. Если вы предприниматель... Ваши деньги... Да. Поэтому посчитайте результаты своего собственного капитала и посмотрите, а может быть проще положить деньги в банк. Правда, проценты сейчас совсем низкие. 6,75, наверное, где-то так. Не поверите, у меня был депозит еще до прошлого года. Знаете, какая была ставка? 21%. Просто в 2014 году, когда был кризис, банки, помните, в один приказной, в январе, буквально некоторое время подняли ставки. Вот прям до 20%. И мне удалось, так сказать, инвестировать эффективно. Так вот, никакая стратегия не работает, если вы четко не знаете, что вы хотите добиться в своей компании. Мы обязательно должны установить, вы обязательно должны установить, вы должны оцифровать свою мечту, свои желания. Если у вас фотошкола, где мой молодой человек, вот он, фотошкола, вы должны точно знать, сколько вы хотите зарабатывать, сколько у вас должно быть отделений, какая доходность на одного посетителя, какие косты, что нужно делать летом, что нужно делать зимой и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому лучше поставить цели на 3-5 лет, цель компании, потом декомпозировать ее на 3 года и на год. Мало того, и самое интересное, когда мы разворачиваем ключевой показатель эффективности сверху вниз треугольником, то в конце сотрудник. Это после того, как вы спросили того молодого человека, который вы положили руку на плечо по поводу вашей стратегии, вы ему задаете следующий вопрос. Друг мой, а как ты влияешь, лично ты, твой труд на результаты деятельности компании в целом? Вот это будет самый интересный ответ. Движемся дальше. Пятый, самый главный шаг. Функции и процессы. Мы движемся с вами от идеи, стратегии, позиционирования, функции и процесса. Это все функционирование вашей компании. Функции и процессы – это ваша кровеносная и лимфатическая система вашего тела. Вот почему они важны. Я даже специально их написал, не стал картинку делать. Я хотел бы, чтобы вы их прочли. Они реально делают операции прозрачными. Они позволяют принимать взвешенные решения. Они управляют затратами. Они снижают зависимость от людей и упрощают адаптацию сотрудников. Еще важнейшая вещь. Все процессы в вашей компании изначально, сначала должны быть зафиксированы. Второе. Они должны быть оптимальны. Они должны постоянно улучшаться и выполняться они должны были с тем описанием, которое вами было принято на последней итерации. С точки зрения процесса все. Структура. Появляется организационная структура. Если у вас в компании нет организационной структуры, берите ручку, бумажку, листочек. Садитесь в центр своего офиса и начинайте рисовать. Петя директор, Маша секретарша, Сережа начальник отдела продаж, а потом берите ее, каждому подходите. Ты видишь, где ты в организационной структуре? Ты видишь, кто твой руководитель, а кто твой подчиненный, твой коллега? Ты видишь, что значит то, что ты делаешь, является процессом на вход другому специалисту? Или наоборот, твой процесс является результатом выхода другому? Подписывайте, берите с них все подписи, лепите на стенку. Это будет прототип вашей структуры. До бирюзовых организаций нам далеко. До agile тоже далеко. И до lean management нам далеко. Нам для начала нужно зафиксировать то, что есть. Это называется фотография того, как происходит. Это называется основа системы менеджмента. Так вот, если мы хотим продать наш бизнес, то в первую очередь он продается без вас. Когда наверху не вы, собственник, а Петя, директор, который без вас умеет управлять компанией. А вопрос задать себе очень просто. Что будет, если вдруг завтра вы, не дай бог, но ляжете в больницу на два месяца? В какой-нибудь такой глухой деревне, где дозвониться до вас будет невозможно. Только на оленях можно к вам приехать. Что станет с вашим бизнесом? Движемся дальше. Время очень мало у нас остается. Управление людьми. Самая интересная вещь. Вот прям безумно интересная. О нее можно говорить часами, сутками. Не знаю, если вы подпишетесь на мой инстаграм или на мой фейсбук сейчас, я испытываю колоссальное удовольствие рассказы о менеджменте. Вот буквально несколько минут назад прямо здесь я выложил один интересный пост о моем друге. Он представитель сайта директоров крупнейшего российского агентства «Арена Мэджик Бокс». У нее оборот в прошлом году был 6 миллиардов рублей. О том, как он видит в себе менеджмент. Как он управляет людьми. Мне очень интересно с такими людьми общаться. Посмотрите, почитайте. Думаю, вам будет полезно. Итак, структура. Мы нарисовали. Появились квадратики. Нам в эти квадратики нужно либо нанять людей, либо у нас эти люди уже есть. Но нам, вам, как предпринимателю, я говорю нам, потому что я тоже, как и вы, предприниматель, нужно разбираться в том, а что конкретно делает данный человек. Как конкретно эта должность помогает мне достигать мою стратегическую цель? Какие его основные задачи? В чем они измеряются? И почему именно Петя сейчас на этой должности? Как происходит подбор? Кто-нибудь размещает вакансии в интернете? Да, нет. Супер. Мы тоже это делали? Говоришь своей секретарю. Размести вакансию в интернете, там, менеджер по продажам. А где взять описание? Я говорю, да открой какую-нибудь подобную, доскопируй оттуда. Знакомая картина? В этот момент, такой же, как вы, кандидат, говорит, так, надо бы мне резюме разместить. Че бы взять? Пойду, слушай, Петь, у тебя там нет какой-нибудь резюме? Присылает нам старый Word, открывает вакансию подобной компании, как вы, копирует, тупо ставит себе в резюме, система мэтчит вас, вы находите друг друга, встречаетесь с обесенниками, говорите, боже, какой идиот, кандидат. Я говорю, вот идиоты, придурки, зачем мне позвали? По одной простой причине. Не вы, не он серьезно не задумались, а почему вы должны туда прийти, в эту компанию, а вы конкретно какой человек нужен? Так вот, именно возвращаясь к процессам на пятый шаг, мы с вами понимаем, что именно описание процессов поможет вам четко, в первую очередь, себе разобраться, кто вам нужен. А потом уже понять, кого набивать на работу, для того, чтобы этот человек был максимально эффективен для вашей компании. Где? Где искать замечательных сотрудников? Какие есть идеи? С точки зрения нашей первой функции, подбор людей. Где мы их можем искать? Более интересные идеи есть у конкурентов, понятно. Я недавно зашел в компанию IBS, крупнейший российский интегратор. Ну, прям не знаю, наверное, одна из вообще мощнейших российских IT-компаний. У них огромный офис, 15-этажное здание. Знаете, что транслировалось на их корпоративном телевидении? Причем экраны были расположены везде в холле. Мы стартуем акцию «Приведи друга». За каждую рекомендацию вы получите 10% от оклада человека, которого мы приняли на работу. Как вы думаете, работодателю это выгодно? Да, конечно же, выгодно. Он экономит огромное количество денег, в первую очередь, потому что вы уже его рекомендовали. А если вы нормальный сотрудник, вы никогда не приведете в эту компанию человека, который реально туда не подойдет, ведь вы испортите свою собственную репутацию. Поэтому первый реальный способ найти человека – это в вашем ближайшем круге окружения. Спросите своих друзей, спросите своих знакомых, спросите всех своих сотрудников. Приводите хороших людей к нам на работу. Это ваш лозунг. Это стоит ноль. Это бесплатно. Итак, дальше. Адаптация. Кто помнит свой первый рабочий день в компании? Это было весело? Ужасно, да? Почему? Потому что, когда вы пришли домой, что вам заспросили, какой вопрос? Ну, как там это было? Здесь сидит половина предпринимателей. А это значит, в ваших силах сделать так, чтобы этот первый день любого вашего сотрудника остался для него в памяти, как самый лучший день. Вы же все реально знаете, что он завтра придет. Купите пиццу, в конце концов. Надуйте шарики воздушные. Когда он зайдет в компанию, похлопайте ему. Конечно, не заводите его в шок. Не встречайте его полуобнаженными барабанщицами. Хотя было бы неплохо, на мой взгляд. Но все же, сделайте так, чтобы этот день действительно остался для него очень важным. А если вы предприниматель, что лично вы можете подарить ему, что стоит для вас бесплатно? Правильно. Сводите его на обед. На бизнес-лайнер за 200, сколько-нибудь рублей. Но этот обед у него останется в жизни, по крайней мере, пока он будет работать в этой компании, навсегда. Я уверен, что вы знаете эту расхожую фразу, что люди приходят в компании, а уходят от начальника. Если мы не в состоянии сделать так, чтобы люди, которые инвестируют в нас, в наш бизнес, ведь на самом деле, если вы предприниматель, то любой работающий на вас человек работает на то, чтобы вы достигли свою собственную личную цель. Да, конечно, давайте так, мы будем абсолютно честны. Мы эксплуататоры. Но по факту мы нанимаем людей, платим им немного денег, для того, чтобы они сделали нам больше. Да, конечно, мы получаем риски, да, конечно, мы внесем ответственность. Но по факту сделайте так, чтобы человек хотел это делать. А для этого вам нужно просто уделять ему внимание. Если вам интересно, найдите в YouTube из 10 действий успешного менеджера, там маленькие такое видео, которое я сделал, там очень много просмотров набрал, там простые вещи. Здороваться, приносить сладости, слушать, писать, говорить, общаться. Дальше. Развитие. Как можно бесплатно развивать своих сотрудников? Книжки давать. Вот буквально вчера был в этой компании, у них на столе лежат книжки. Я, кстати, у них взял одну посмотреть себе. Развитие себя и команды. Сегодня в самолете почитал. Интересная книжка. Почитали книжку, притащили, бросили. У кого дома полки бизнес-книг? Принесите их на работу. Пусть люди читают. Это ваши люди. Они разводятся. Следующее. YouTube. Посмотрели, отправили. Собрали в пятницу на полчаса раньше, обсудили. Вы не поверите. Это простая вещь. Называется Management Friday. Это штука, которая пользуется колоссальным успехом. Я в каких компаниях провожу консалтинговые проекты? Мы раз в две недели с топ-менеджментом смотрим видео по утрам, а потом час разговариваем. Они выходят оттуда совсем с другим представлением о сознании менеджмента. Разговор, общение. Мозг человеческий развивается только через общение. И еще. Если вы действительно хотите добиться успеха и себя лично развить, найдите в своем окружении человека, уже добившегося успеха. Человека, который знает и умеет о том, о чем вы мечтаете. Для кого уровень вашего дохода уже пройден этап. Попросите его быть вашим наставником. Попросите его быть вашим коучем. Встречайтесь с ним хотя бы раз в месяц. Делитесь с ним, общайтесь. Слушайте его вне зависимости от возраста его. Пусть он будет младше или старше. Мужчина или женщина. Не имеет никакого значения. Дальше. Мотивация. Чем мы мотивируем людей? Деньгами? Временем. Временем. Хорошо. Чем? Похвалой. Хорошо. Итак, мы с вами только что разделили всю систему мотивации на два типа. Материальное, нематериальное. Материальное – деньги. Понятно. Деньги действительно важны. Без денег никуда. Вы бы не сидели здесь, нам нечего было бы кушать. Вы не ездили бы на ауди, на который сегодня нас катали. И так далее, и так далее, и так далее. Цель в принципе бизнеса – заработать. Да? Все тренинги, которые сегодня идут, миллион за миллиард, три дня за миллион, заработай свой первый миллион за 10 дней. Это все клево. Но деньги – это не самое главное. Деньги важны. Это смазочный механизм. Без денег мы ничего не можем сделать. Но в основе работы сотрудников вашей компании явно не деньги. Интерес, желание. Желание делать то дело, которое делаете вы. Если у вас горят глаза в отношении своего бизнеса, у них тоже будут гореть этим глаза. Поэтому мотивация – это через нематериальную мотивацию. Платите нормальную заработную плату. Этого будет достаточно. Давайте им бонус за продажи. Но это не будет мотивировать сотрудников. Их будет мотивировать ваши отношения. Следующее. Оценка. Самым главным элементом в области управления персонала является обратная связь. Обратная связь с людям. Кто из этого крыла, которые работают по найму. Когда вы не получаете обратную связь от своего руководителя, вам плохо? Что еще нужно сказать? Верно. Абсолютно. Ты не знаешь, куда ты идешь. Ты не знаешь, нужен ты или не нужен. Ты не знаешь, ценностен ты или не ценностен. Я вчера общался с одним интересным психологом. Она говорит, что самым главной болью человека является позиция незащищенности. И как раз когда позиция незащищенности, ты ждешь похвалы, поддержки. А если ты ее не получаешь, ты испытываешь стресс, депрессию. И ты начинаешь думать, что то, чем ты занимаешься, куда ты ходишь на работу, уже неинтересно. Соответственно, та работа, которую тебе приняли, тебе становится уже менее, менее, менее интересно. А виновен это кто? Руководитель, который не смог в свое время дать правильную обратную связь. Вот прям не знаю, знаете, как это я делал. Берешь список всех своих сотрудников, начиная от самых важных. Потом руководители. Потом те, которые явно тебе не очень нравятся, но надо. Потом те, которые явно тебе не подходят, и ты понимаешь, что с ними расстанешься. И начинаешь с ними планомерно встречаться. Ходить на обеды, завтракать, пить чай, кофе, подходить к ним, спрашивать. И когда вы втянетесь в эту работу, ситуация начнет меняться. Вы почувствуете, насколько люди станут эффективнее работать по одной простой причине, что вы дали им обратную связь. Ну и финальное увольнение. Без этого не происходит. Увольнять надо честно, увольнять надо быстро, увольнять надо объективно. Есть такое понятие три точки. Это значит, что тренд. Если три точки, тренд нисходящий, сотрудник зашел в зону пике. Его будет очень трудно оттуда выправить. Понятно, что возможно. Это был неправильный руководитель, это было неправильное задание, это не было промежуточного контроля, это не было соответственных ресурсов. Но если у сотрудника понижающийся тренд, это значит, что вам с ним надо что-то делать. Как уволить? Когда мы говорим сотрудникам, что вы уволены, нам нужно просто честно сказать, что мы не про сотрудника, не про его личность говорим. Мы говорим о функционале. О том деле, которое он выполняет. Дело, которое вы выполняете, неэффективно. Мы не можем больше с вами работать. Вы заранее посчитали, сколько вы можете ему отдать, исходя из своего бюджета. Мы вам готовы заплатить столько. Спасибо, вы больше у нас не работаете. С соблюдением всех норм трудового законодательства. Собственно говоря, все, последний, восьмой, корпоративная культура. Корпоративная культура, это в первую очередь передача видения. Когда мы с вами сегодня проговорили о том, в самом начале нашей лекции, о том, что самое главное для меня, это мои персональные цели, мои персональные задачи, моя персональная стратегия, об этом надо говорить. Самое большое дело, которое может сделать предприниматель, это рассказывать о том, что он хочет. Рассказать о том, куда он ведет свою компанию. Рассказать о том, зачем он занимается этим бизнесом. Рассказывать, рассказывать и рассказывать. Причем для этого существует огромное количество инструментов. Я уверен, что вы слышали о таком термине, как стори-теллинг. Используйте его, посмотрите, почувствуйте. Возьмите его себе на вооружение. Например, вот я вам расскажу такую историю. Когда мы учились в Скоково, у нас была возможность заниматься помимо учебы еще разными активностями. И вот однажды нам объявили, что наша альпинистская команда предлагает всем ученикам Executive MBA пойти к базовому лагерю Эверест. И большинство моих коллег сказали, о, классно, я всю жизнь мечтал побывать на базовом лагере Эвереста, это круто, все остальное. Я никогда не испытывал никакого энтузиазма, честно. Но находясь в кругу интересных, амбициозных людей, ты так или иначе вовлекаешься и говоришь, ну что, я тоже хочу. Это было самой большой ошибкой в моей жизни, когда я сказал, я тоже это хочу. Так получилось, что мне отказали, сказали, что мест нет. Но в результате каким-то образом кто-то выбыл и говорит, Роман, мы тебя поздравляем, команда сформирована, через две недели вылет, Катманду, это апрель месяц 2011 года, 7 лет назад. Все, летим. Класс. Надо пойти купить форму, но почему не пойти, не потратить денег, купить классные ботиночки, рюкзачок, спальник, станишки теплые, курточку, все как бы клево. Я экипировался, и когда в жизни близко к спорту, серьезному, не имел никакого отношения, давайте, говорит, выйдем в парк, пройдемся. Ну мы вышли в парк, прошлись с палочками, думаю, класс, вообще супер. Прилетаем в Катманду, и знаете, вот когда, вот если я сейчас вас спрошу, чего в нашем зале больше, белого или красного, вы мне скажете, белого. Начнем считать, красного не меньше. Так и я прилетел, а там трекинг, то есть вот мы прилетели, аэропорт Лукла, 3300 метров, уже начинает голова болеть, и ты идешь, там набор высоты, спуск, ночевка, набор высоты, спуск, ночевка. Неделя вверх, неделя вниз. На второй день мой энтузиазм немножко ослаб. Я стал реально отставать. Ну я понимаю, что там дорога-то протоптана, ты особо никуда не собьешься, в конце концов там столько людей, что есть у кого спросить. Но в какой-то момент я подхожу в очередной раз, вот примерно к такой же лестнице в горе, и мое внутреннее сознание, кто-нибудь из вас бегает марафоны? Примерно где-то там до 13-го километра, да, где-то на 13-м состоянии такое, все, дальше уже не могу. Ну там в голове именно, да, то есть в тело-то бежит, а в голове нет уже, все. И здесь самая большая опасность становиться, потому что потом побежать очень трудно. Это мне марафонцы рассказывали, правильно? Да. У меня произошло примерно то же самое. Ни тело, ни голова сказали, все, домой. Я говорю, как домой? Два дня пути, через 14 дней вылет, а что я буду делать? Они мне говорят, все, нет, никаких шансов, ты не пойдешь, у тебя нет сил. Это я вам сейчас весело рассказываю, знаете, там с улыбкой на лице. А у меня тогда было такое состояние прострации, ну прям полное абсолютно изнемождение, потому что я физически устал, умственно мне было непонятно. Я не понимал, зачем, что, то есть не было вот этой мотивации идти, не было стратегии движения к цели. Я смотрел на эту лестницу и понимал, что я стою, у меня слезы катятся из глаз, я понимаю, что я не дойду. Абсолютно тупая ситуация, но я ее пережил. Простояв и проревев, какое-то время, я задаю себе вопрос. Ладно, ну ты 10-то шагов сможешь сделать? Причем диалог внутренний, серьезный, не, не сможешь. Я говорю, нет, сможешь, нет, не сможешь, сможешь, не сможешь. Я говорю, возьми и сделаю. Я себя реально уговаривал сделать 10 шагов. Я сделал, он жив. Так, хорошо, 25 шагов можешь сделать? Сделал. 100 шагов смогу, 1000. В конце концов, конечно, я поднялся, я пришел, и потом я шел уже легко. Но вот этот момент, когда ты понимаешь, что ты уже дальше не можешь, но тебе надо, и ты только силой, собственной волей можешь себя заставить сделать свои 10 шагов, позволяет вам в любой ситуации своей управленческой достигать любой поставленной цели. Только от вас зависит, какое видение вы будете транслировать в свою компанию. Движемся дальше. Следующее. Где искать людей, мы с вами обсудили. Первый день нового человека тоже обсудили. Испытательный срок. Ну, примерно то же самое, что увольнение. Мы с вами поговорили. Вот, о чем хотел сказать, самый главный в процессе. Сколько мне еще минут осталось? О, ничего себе, еще много. Поговорим. Итак, есть личная эффективность. Мы с вами затронули сегодня несколько моментов. Я бы хотел с вами проговорить о следующем. Управление собой. Основой эффективности предпринимателя. Управление людьми. Так, что там у меня написано? Приоритеты. Лидерство. Управление временем. Управление взаимоотношениями. Взаимоотношения. Начну с последнего. У нас с вами, как у людей, существует по большому счету два типа коммуникации. Может быть, кто-то есть идеи? Какие? Вербально-невербально тоже. Я имею в виду по сути. Вот по внутреннему наполнению коммуникации, которая идет между человеком и человеком. Супер. А еще? Еще более глубже. Спасибо большое. Я тоже услышал, где кто-то сказал, позитивное, негативное. Фундаментально. Между нами существует два типа коммуникации. Это вам, как руководителю, как предприниматель, который хочет себя развить, фундаментально важно. Что такое негативная коммуникация? Негативная коммуникация, когда ты испытываешь дискомфорт. Очень четко можно заметить, когда с человеком происходит негативная коммуникация. У него происходит, он сжимается. У него чувствуется дискомфорт, он хочет побыстрее уйти. Ему это неинтересно. Вот вам, наверное, на прошлой лекции рассказали, что такое негативные эмоции. Так вот, когда человек испытал негативную коммуникацию, он оказался в состоянии пострадавшего. Но, причем негативная коммуникация, знаете, я уверен, что вы можете рассказать, вспомнить такой момент, что, когда, например, вот вы чувствуете, что вам с этим человеком не хочется общаться. И так получается, что вы потом узнаете, что этот человек о вас не очень хорошо выражался, или выскался, или имел к вам какое-то не очень хорошее отношение. Возникает состояние неприязни. Почему негативные отзывы клиентов более часто и более много распространены, чем позитивные? Как думаете? Эмоции выплеснуть. Что-что? Эмоции выплеснуть. Эмоции выплеснуть. Человек почувствовал себя обиженным. Человек почувствовал сострадание. Ему хочется поделиться, разделить свою боль с кем-то еще. Именно поэтому, когда у вас встречается, особенно давайте про девушек, да? Когда у вас какая-то проблема в семье, вы к кому бежите? К подружкам, к маме. К маме, понятно. Надо взрослеть. Когда проблема в личной жизни, лучше бежать к подружкам, не к маме. Потому что вы со своим молодым человеком помиритесь, а мама будет его не любить всю оставшуюся жизнь. Вы уже с ним вроде у вас все хорошо, а она его все еще не любит. У вас уже дети, а она его по-прежнему не любит. У вас уже внуки, а она его так и не полюбила. Не простила никогда за то. Так вот, нам хочется пообщаться. И чем большая проблема, тем с большим количеством людей нам хочется пообщаться. Потому что мы думаем, что если кто-то с нами разделит вот эту боль... Ведь давайте вот вспомним. Были же с каждым из нас негативные коммуникации. Кто-то нас оскорбил, плохо обслужили. И ты приходишь домой и говоришь, вот представляешь, слушаю, ну такая штука была. Так вот, негативная коммуникация тогда, когда человек постарается от нее избавиться. Именно поэтому существуют психотерапевты. Он думает, что человек, что когда он выговорится, ему станет легче. Но только время реально. Единственный способ лечения – время. Ну или медикаменты. Я думаю, что мы не в том еще состоянии, чтобы медикаменты потреблять. Поэтому время. Что происходит, когда человек получает позитивную коммуникацию? Супер. Почему? Потому что смысл жизни человека – обретение счастья. Все мы с вами в поисках счастья. Сейчас я выступаю перед вами, я испытываю счастье. Вы слушаете меня, вам уже надоело. Вы испытываете счастье, чтобы быстрее выйти. И так далее, и так далее, и так далее. Но мы все с вами испытываем чувство счастья. Если вдруг нам повезло и случайно с кем-то из вас, у кого-то возникла позитивная коммуникация, вам будет хотеться с этим человеком встретиться вновь. Но вот парадокс. Как раз этот вопрос отвечает на то, почему негативной коммуникации распространяется много, а позитивной распространяется мало. Как только вы с кем-то классно пообщались и начинаете кому-то рассказывать, вы точно так же, как и в позитивной, чувствуете, что этот позитив уходит. И вы говорите, нет, 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 я его оставлю себе. Именно поэтому позитивных отзывов так мало. Никто не хочет делиться своим счастьем, никто не рассказывает, где можно получить это счастье. Но первый признак, что человек получает позитивную коммуникацию у вас на работе, вообще не с вами какой? Улыбка. Конечно. Так вот, весь сервис. Я дружу с господином мистером Джоном Шолом. Кто-нибудь знает, кто это такой? Джон Шол. Превосходный сервис как конкурентное преимущество. Запишите себе эту книгу, она должна быть у вас на рабочем столе. О том, как оказывать превосходный сервис своим клиентам. Так вот, одна из его самых базовых, фундаментальных программ, его вообще курс происходит, чтобы с компанией выстроить сервис, нужно три года. Татьяна вам сказала, чтобы научиться управлять эмоциями, нужно от нескольких месяцев до двух лет. Чтобы выстроить в компании сервис, нужно три года. Три года для того, чтобы сервис проник на уровень, помните айсберг? Куда? В сознание, в ценности. И тогда появится какое поведение, основанное на чем? На сервисе. Нельзя просто сказать, хорошо обслуживай наших клиентов, что в результате вы выходите за дверь, все остается как прежде. Поэтому, чтобы хорошо обслуживал, он должен получать именно через ценности эти. Итак, отношения – это самый главный момент, который вы в себе формируете через позитивное и негативное восприятие. Каким образом, вы думаете, максимально передается информация от человека к человеку? Что для этого используется? Какие способы коммуникации? Вербальный или невербальный? Как вы думаете, в каком процентном соотношении? Вот вы сейчас, смотря на меня, воспринимаете информацию, которую я вам передаю. Давайте разделим на три. Речь, что я говорю, эмоции, с которыми я говорю и язык моего тела. Как вы думаете, какие доли? Язык тела и эмоции, чтобы вас не мучить, да, занимает 80%. 20% то, что я говорю. Задайте себе вопрос. А как вы общаетесь со своими подчиненными? Речью, эмоцией. Как вы общаетесь со своими близкими? Мы настолько уникальные существа, потому что природа у нас сделана таким, мы не машины. Если бы нам можно было прийти на работу и забыть, что у нас болеет ребенок, невозможно. Если бы можно было заниматься бизнесом, понимая, что ты не вернул кредит или тебе поставщик не заплатил, а ты в этот момент идешь с женой в ресторан, разве можно об этом забыть? Нет, нельзя. Это эмоции. Так вот управление эмоцией, как раз эмоциональный интеллект, и отношения, построенные на негативных и позитивных коммуникациях, дают самый главный момент развития вас как человека, который управляет своими коммуникациями. Потому что взаимоотношения, нетворкинг, который сегодня, кстати, у нас происходит. Кстати, вы сегодня здесь, мы будем считать, что элита предпринимательская города Воронеж. Сколько вы здесь уже находитесь в этом зале? Вот полдня, как минимум, наверное, да? С девяти. Вы знакомы с друг другом? А вы? А вы вот между собой? А вы? Серьезно, вот прямо сейчас, на одну секунду. Есть у вас визитки с собой? Поменяйтесь друг с другом. Вот прямо используйте этот момент. Поверните человеку, которого вы не знаете. Скажите, меня зовут Роман Дусенко, мой профиль в фейсбуке, я всегда говорю, у меня зовут Роман Дусенко, это для гугла. Если будете искать, да, спасибо. Давайте, 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 две минуты у нас есть. Немножко устали тоже, чтобы послушать, было позитивно. Когда я закончу, у вас будет перерыв. Повернитесь наверх, повернитесь вниз. Отдайте также свои визитки, посмотрите. Вот. Используя примеры позитивной коммуникации, вы можете гораздо быстрее получить своих клиентов. Окей, продолжите это на перерыве. Движемся дальше. Управление временем. Что для меня значит управление временем? Мы поживем в постоянном настоящем. Будущего на самом деле не существует. Никто его не видел. Никто не видел прошлого. Мы с вами постоянно живем в постоянно изменяющемся настоящем. Вот секунду назад, эта секунда была будущим, сейчас она уже настоящая, через секунду она стала прошлым. Мы постоянно меняемся, поэтому, пожалуйста, когда вы начнете сегодня работать дома, над тем чек-листом, который я вам дал, сделайте трехмерную графику. Моё будущее, моё настоящее, моё прошлое. И посмотрите, задайте себе вопросы. Есть три способа сделать так, чтобы вы себя лучше узнали. Ведь наша цель сегодня стоит через развитие себя, развивать людей, познав себя, управлять другими. Первый вопрос. Самый легкий. Из настоящего в прошлое. Почему произошло то, что произошло? Почему я добился тех результатов, которых добился? Всего три вопроса. Почему те результаты, которые я добился, меня не устраивают? Или наоборот, почему устраивают? Это были самые простые вопросы. Из настоящего в прошлое. Теперь попытаемся создать вопросы более сложного порядка. Из прошлого в настоящее. А почему произошло именно так, как произошло? Что явилось причинами того, что произошло? Мои причины успеха или неуспеха для того, чтобы понять себя, кроются в чем? Что я когда-то, какие когда-то я принял решения, которые привели меня в эту ситуацию? И самый важный вопрос, самый важный, самый сложный из будущего. Мне повезло, я лично знаком с Игорем Рыбаковым, который основатель Технониколь. Мы с ним делали интервью. И он рассказывал такое интересное упражнение. Называется «Запускать ракеты в будущее». Я говорю, Игорь, вот как ты находишь возможности искать перспективные ниши бизнеса? Как ты находишь возможности делать так, чтобы твои бизнесы были успешны? Он говорит, все очень просто. Когда мы с вами фантазируем о нашем будущем, мы исходим из того, что есть реальная возможность. То есть у меня в кармане 10 рублей, это значит в ближайшем будущем у меня и будет 10 рублей. И я буду исходить из того, что я строю свое будущее из 10 рублей. Это называется реальная возможность. Он говорит, нет, я делаю не так. Я представляю свое будущее желаемое, какое я бы хотел, реально пытаюсь его прочувствовать. Стив Джобс, кстати, говорил о том, что он приезжал на берег какой-то реки, представлял 2015 год какой-то там, и думал, что может происходить об этом. Поэтому он говорит, я тоже проживаю это будущее, а потом задаю себе вопрос, а что я сейчас могу сделать, чтобы это будущее наступило? И тогда я формирую не реальную возможность, а возможную реальность. Так вот самый главный вопрос, когда вы сможете задать себе из будущего, каким я могу быть и что мне нужно делать для того, чтобы стать тем, кем я хочу быть. Вот эти три вопроса я бы хотел, чтобы вы могли себе задать в этих трех основных направлениях. Движемся дальше. С точки зрения лидерства. Про лидерство мы с вами поговорили, управление собой. Что значит самоуверенность? Вообще, мы в российском, в нашем русском языке считаем, самоуверенность это хорошо или плохо? Почему? Завышенная самооценка. Покажите мне, у кого она завышена. Наша проблема в том, что она у нас занижена. Самоуверенность. А давайте теперь другой вопрос. А представьте, что мы бы спросили американца. Самоуверенный американец, мы бы это воспринимали нормально? Абсолютно верно. Ментальность другая. Так вот самоуверенность, это уверенность человека в самом себе. На чем строится уверенность человека в самом себе? Хорошо, прекрасно. А из чего мы вообще состоим? Проще. Проще, ребята, проще. У нас есть физическое тело. Вот если мы с вами разденемся и встанем перед зеркалом, хорошее, упругое, спортивное тело добавит нам самоуверенности или не добавит? Здоровое тело добавит нам самоуверенности? Добавит. Значит, первое, с чего нужно начать? С себя. Элементарно, с физической оболочки. Правильно питаться. Правильно заниматься. Правильный режим дня. Когда мы занимаемся с руководителями, особенно с топ-руководителями, я говорю, слушай, а ты вообще когда по себе разгулял? Он говорит, смотри, какой гулял? Где гулял? О чем ты вообще говоришь? Я говорю, а ты когда кушал? Нормальную здоровую еду. Ну как, ну идем в ресторан, кушаем, что там вечером, виски и все остальное. Говорю, нет, нет. Когда ты нормально питался, а когда ты утром делал зарядку, какую зарядку? Ты что, я встаю, у меня голова болит и все остальное. Мы состоим в первую очередь из тела. Тело, самоуверенность, развитие себя начинается с простого, с себя. Второе, это наше тело. Знаете все, как приводить его в порядок. Кто из вас давал себе вещами, после шести не есть. С нового года ходить в спортзал. И так далее, и так далее. Итак, понятно, самоуверенность первое. Положили тело. Дальше. Дух. Абсолютно верно. Вера в себя. Самоуверенность. Что может нам помочь стать быть более самоуверенными? В хорошем смысле этого слова? Опор на достижения. А как нам эти достижения, на них опереться? Надо найти, надо сесть. Забыть про тело. Налить бокал вина. Взять ручку, листочек. И вспомнить все самые интересные моменты своей жизни. И вспомнить, как вы из них выходили. Какие решения вы находили. И на них опираться. Когда вы для себя возьмете свое резюме или трудовую биографию. И вспомните. Ведь давайте так. Вот на секунду. Верните свое прошлое. Вот в самую трудную-трудную задачу, которая была в вашей профессиональной деятельности. Были такие? Вы же из них вышли? Это и есть абсолютно верно. Ваша стратегия успеха. Если вы дальше покопаете, что помогло, кто был рядом, какое вы испытывали состояние. Это и есть залог фундамента вашего развития как предпринимателя. Поэтому, когда вдруг вы находитесь в тяжелой ситуации, вспоминайте, а были такие тяжелые состояния дальше. Я вам дам прекрасное упражнение. Прямо сейчас. Вот в листочках. У кого листочки, тем будет проще. Нарисуйте простой график. Ось абсцисс, ось ординат. Дома перерисуйте. Вот прям стрелочка по горизонтали, стрелочка по вертикали. Из одной точки выходит. Две стрелки из одной точки выходит. Называется упражнение «Моя жизнь». Это специально для повышения самооценки. Точка ноль – точка нашего рождения. Точка где-то там недалеко или посередине – это точка сегодняшнего дня. Для самых продвинутых может реально посчитать, сколько хочет прожить. И отмотать там все цели, и посмотреть, а сколько у него реально лет. Не в смысле лет, а в смысле лет, как времен года еще осталось. И можно ли их так транжирить. На этой точке, на верхней оси, мы с вами будем отмечать самые пиковые, с точки зрения радости, события. Пик, спад, пик, спад. Вот там пошел в школу, в садик, в институт, вышел замуж, родился ребенок, пришла новая работа, потеря кого-то там, еще что-то. И вот когда вы себе такую пилу нарисуете, вы сядете дома и посмотрите. Вот самые пиковые моменты, что со мной происходило? Откуда я черпал энергию? Что мне помогало из самых нижних точек подняться наверх? Где я брал эти силы? Вот это и есть ваше ресурсное состояние. Возвращаемся дальше. Итак, тело, дух. Дальше, что еще нам поможет испытывать чувство уверенности в себе? Обратная связь. Что еще? Семья, браво, потому что окружение, которое нам важно. Семья, близкие. А еще что? Знание. Абсолютно верно. Ведь если мы что-то делаем, мы должны быть в этом профессионалы. Развитие человека невозможно без его развития. Если мы не развиваемся профессионально, значит, мы с вами отстаем. Помните сказку «Алиса в стране чудес»? Когда она попала на граммофонную пластинку и говорила, чтобы стоять на месте, мне нужно бежать. А чтобы мне пойти куда-нибудь, мне нужно бежать в два раза быстрее. Если мы с вами ничего не сделали для себя, мы стоим на месте. Вернее, кто помнит еще проигрыватели? Я когда был маленький, сегодня кидаешь бумажку, везде его кидывают туда. Поэтому вот мы с вами как эти. Не поверите. Я специально не поленился и посмотрел, сколько было издано бизнес-книг в России. На сегодняшний момент с 96-го года порядка 100 тысяч бизнес-книг. В 2014-2016 году было издано 16 тысяч наименований бизнес-книг. Да, потом был кризис, все пало, пало, пало. Сколько книг о бизнесе для того, чтобы управлять этим бизнесом вы прочитали за последний год? Сколько? Реально, ответьте себе честно. Потом посмотри, а сколько интересного я узнала за последний год или узнал? А что я говорил своим сотрудникам? А как я им помогаю становиться лучше? Итак, у нас тело, дух, развитие профессиональное. Что еще? Душа это прекрасно. Сейчас вернемся к душе. Еще вам одно упражнение, самое простое. Переворачивайте листочку, у вас сегодня будет много домашней работы. Крестик на каждом конце стрелочки наименование работа, личная жизнь, духовность, здоровье. Подписали все эти штуки. У вас всего, в жизни, всего, у нас, у каждого из нас есть энергия. Ее всего 100%. Возьмите по факту, разделите эти 100% между этими четырьмя вещами. Сколько времени, сколько энергии в совокупности вы тратите на здоровье, сколько времени вы тратите на работу, сколько времени вы тратите на общение и сколько времени вы посещаете духовности и мыслям о будущем. А потом задайте себе вопрос, а как бы вы хотели? Какой будет ромбик тогда? Что нужно будет нарисовать? Это вам еще один. Итак, у нас духовность, дальше еще что? Что нам поможет быть самим собой, самоуверенным человеком в своей жизни, быть, встречать любые ситуации легко? Что еще? Мы как раз и разбираем слово уверенность, мы его раскладываем на составляющие, чтобы понять, как им управлять. вера. Вера во что? В себя. Через что? Хорошо. Давайте так, мы проговорили с вами про позитивные и негативные коммуникации, а умение коммуницировать для нас важно? Опыт. Давайте учиться общаться, выступать публично, говорить, рассказывать, это тоже элемент. Если бы вы сейчас выступали перед этим залом, перед незнакомыми людьми, возможно, вы бы испытывали какой-то стресс, были бы немного зажаты и не смогли бы донести ту информацию, шанс, который вам представился, это был бы провал, а если бы вы подготовились, это был бы успех. Соответственно, самоуверенность это умение выражать свои мысли публично. Еще последняя, фундаментальная вещь, которая тоже поможет вам быть уверенным в себе, что это еще может быть? Что мы называем общим восприятием человека в глазах другого? Впечатление, еще есть более тонкий параметр, который об этом говорит. Совокупное восприятие человека, мы говорим у человека сложившийся еще, еще, еще идеи, еще внешнее восприятие человека. имидж. Имидж это совокупный, агрегированный, показающий характер, куда включает внешний вид, одежда, поведение, осанка, взгляд, эмоции, язык тела, все, 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 все. Разделите его на кусочки и сами себе проанализируйте. Ведь вы же знаете, каким вы хотите быть. Будьте им. Будьте самой лучшей версией себя. Это так легко сказать, но это очень трудно сделать. Поэтому управление собой, вот мы с вами проговорили важные моменты, которые отразились. Так вот, система управления собой, что у нас, две минуты, система управления собой склад с приоритетов, самоосознания и остальных очень правильных вещей. Я каждый день занимаюсь людьми. Вот даже сегодня, прилетев с Москвы в гостинице, у меня было две коуч-сессии. Я знаю и верю, что люди могут меняться. Это честно. Я в этом абсолютно уверен. И самым лучшим, самым правильным, самым важным элементом человеческой жизни каждого из нас это возможность стать лучше. Это трудно, потому что это требует работы над собой. Вспомните, когда вы ходили в спортивный зал. Ведь после интенсивной тренировки всегда побаливают мышцы. Но стоит прийти еще разок, эта боль уходит и появляется уверенность, появляется сила. Вы сегодня отжимаетесь 10 раз и вам тяжело. Завтра сделали 11, через месяц вы сможете отжаться 15. Но это процесс. Его нельзя сделать, перескочить. Нельзя перескочить и стать лучше. Можно лишь прийти к этому состоянию лучше. Не надо сравнивать себя ни с кем. самое лучшее сравнение это с собой вчерашним. Вот если сегодня я чуть-чуть лучше, чем вчера, это значит я иду абсолютно правильным путем. Поэтому, как сказал Махатма Ганди, хочешь изменить мир, начни эти изменения с себя. Трудно ли это? Да, конечно, трудно. Но это того стоит. Сегодня перед вами выступали много спикеров. Мы все вам говорим какие-то инструменты пережитые, не пережитые. У нас огромное количество портфолио в голове. Собирайте, пробуйте, ищите свою собственную формулу успеха, которая будет работать исключительно у вас. Можете сфотографировать этот QR-код или прямо сейчас навести на него сканер. Он откроет мой сайт, на котором можно написать заявку и мы с вами поговорим о той системе управления, которая есть в вашей компании. Мы можем поговорить о том, как вам нужно развиваться. Мне интересно помогать российскому менеджеру, потому что моя цель сделать качество российского управления лучше. Здесь мои контакты более простого характера. Телефон прямой, мой прямой адрес электронной почты. Пожалуйста, я буду очень рад, если вы проявите инициативу и зададите свои вопросы. Спасибо вам огромное. Мне было очень интересно провести эти полтора часа с вами. Сегодня и завтра я буду на форуме. Завтра у меня вообще свободный день, поэтому мы можем поработать с вами. Приходите со своими задачами, я буду очень рад этому помочь. Если есть вопросы, давайте быстренько в режиме флешмоба какого-нибудь поработаем. Да, пожалуйста, вот. Спасибо. Вопрос касательно того, что вы сказали, то есть искать работников, сотрудников из ближайшего окружения. То есть ближайшее окружение это как правило близкие знакомые, друзья друзей и так далее. То есть работать с друзьями это уже несколько определенные проблемы имеют в плане исполнительности. Как быть в этом моменте? Не в этом смысле, что прямо из семьи надо брать людей. Надо брать людей из ближайшего круга, то есть тех работников, которые работают у вас, чтобы вам не тратить время на привлечение дорогих сайтов работы. Просто попросить их привезти своих друзей, не ваших друзей. Конечно, с друзьями работать тяжело. Если вопросов нет, большое спасибо. У вас там перерыв или следующая сессия? Спасибо за субтитры Алексею